Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою сегодня начинаем играть просто офигенно атмосферную игрушку, так что запасайся вкусняшками, это просто, я не знаю, даже не просьба, а приказ! Тащи быстрее вкусняшки! Ну и не забудь поставить лайкосик и подписаться на канал, если ты тут впервые. В общем, друзья, это игрушка от разработчиков Фрэнбоу, и, господи, друзья, у меня, ты не представляешь просто сколько у меня мурашек, потому что, блин, когда мы проходили с тобой Фрэнбоу, там каждый, каждый вот просто мне писал, да, давай еще, еще, и как было обидно расставаться с этой игрой. Ну, ты знаешь, как вот я люблю играть, например, в растениях против зомби, и там, блин, сейчас заканчивается вторая часть, и, пфф, капец. В общем, усаживайся поудобнее, тащи попить, поесть попкорн, что-нибудь, даже не знаю, макарошки какие-нибудь. Мы с тобой начинаем. Всем приятного просмотра и приятного аппетита! Маленькая неудача. Ооо, начало не очень аппетитное. Итак, смерти... Ооо, я помню вот этих вот головы летающие, они всегда путались в ветках деревьев. Нормально. Вот это, кстати, друзья, да, когда забыл наушники, когда ты едешь на учебу и смотришь, блин, в общественном транспорте на людей, на эти грустные гримасы... Шишкин! Шишкин! Боже мой, это Шишкин! Я обожаю, я просто обожаю вот этих вот маленьких шишечек. Семья маленьких шишек. Сказать точно, конечно, я не могу вообще, что происходит. Вообще, была демоверсия этой игрушки, но я благополучно ее пропустил. Поэтому... Но зато дождались мы полной версии, поэтому это еще даже лучше. Вот эти вот первые эмоции. Итак. Добро пожаловать в мою игру. Я буду твоим ведущим и скромным рассказчиком. Правила игры простые. Пройди ее до конца и получишь приз. Призы я люблю! Хе-хе-хе. Да, я обожаю, друзья, призы. Сюрпризы. Это неудача. Она замечательный ребенок из не очень замечательной семьи. Немного блесток для вас, немного блесток для тебя. И немного для меня. Оу. Печально то, что... Сегодня день, когда она умрет. Ты знаешь, я тебя слышу. Оу. Ты слышишь? Ты в моей голове или что? Ну... Ну, хорошо, да. Хорошо, я буду звать тебя мистер Голос. Что ты там говорил про то, что я сегодня умру? Умрешь? Нет. Никто не говорил, что сегодня кто-то умрет. Правда. Никто ничего не говорил. Знаешь, я приготовил для тебя игру. Игру, правда, для меня? Если ты сможешь дойти до конца игры, я дарую тебе вечное счастье. По рукам? Вечное счастье. Пожалуй, я могла бы отдать его своей маме. Хорошо, по рукам. Оу. Замечательно, потрясающе. Готовы сыграть. Дюа, твое первое задание – покинуть дом. Хорошо, я делаю это. Какие-то... Слушай, мне не нравится это. Двигаться с помощью... Интересно, здесь будут всякие вот эти вот пилюльки или еще чего-нибудь. Взаимоделись с помощью пробела. Давай. Или пробел. Ну, почему я не могу... А, ну, все. Но претензий. Я люблю двигать телом. Эта музыка звучит вечно. Так, это, конечно, замечательно, но копирайты... Ну, я не знаю, конечно, может и нет копирайтов, но я уже боюсь каждый раз. В общем... Бенджамин... Бенджамин... Смотри, нарисовал рисунок. Да, вижу этого лиса за окном. Его зовут Бенджамин. Он очень милый лис. Меня мало интересуют лисы. Так, ладно. Ладно, так. Да... Да ёппер. Escape, backspace. Пожалуйста, tab, shift, control, alt. Control, alt, delete. Alt, F4. Икс. На икс, пацаны. На икс надо закрывать. Хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха. О, господи. Смотри, ты мой тайное убежище. Впечатляет, но зачем тебе тайное убежище? Мне не нравится, когда мама с папой сильно ругаются. Поэтому прихожу сюда и мечтаю о дальних предельных странших. Ясно. Так, ну и давай посмотрим. Это Бабси, стража тайного места. Видишь его класс, он получил ты сражаясь с монстром. Монстром? Монстром? Звучит страшно. Так и было. Так. Давай дальше посмотрим. Тут какая-то еще гелакси. Ой, блин. Там котик? Это мой дневник. Никому нельзя его читать. Хочешь посмотреть? Мисс Фортуна. Так. Мне нравится играть со своими игрушками. Я люблю с ними разговаривать, потому что это весело. Я такая милашка. Это все ты нарисовала? Да. Так, давай дальше посмотрим. Привет, дневник. В школе я рисовала, а дома, пока я пряталась в своем тайном месте, я разговаривала с Бабси. Я кое-что заметила. И я увидела, как в мою комнату зашел лис. Его зовут Бенджамин. Кажется. Бенджамин. Ох, это-то лис. Да. Привет, дневник. Папа снова меня обманул. Мы не пойдем сегодня в парк. Я специально нарядилась, но ему все равно. Мне грустно, я плакала, но сказала маме, что все хорошо. Боюсь, если я скажу ей, что мне грустно, то она рассердится. Иногда я не знаю, что чувствовать. Никто не учит меня, как правильно чувствовать. Хотела бы я, чтобы в школе нам рассказывали, откуда берутся чувства. Ну, только чтобы серьезно, без сказок. Я уж. Офигеть. Это она нарисовала. Это она нарисовала. Привет, дневник. Нормально ли испытывать чувства к лису? Рвота любви. Вот что это. Лис Бенджамин пришел в гости, когда я играла снаружи. Мы взглянули друг на друга, и мое сердце почувствовало тепло. Меня начало тошнить, но в хорошем смысле. Он убежал, когда мама закричала, что ужин готов. Офигеть. Вот это уже, вот это уже не очень. Мне не нравится, когда папа бьет маму. На пьяного. Какого-то батю. На. Ладно, это не смешно на самом деле. Привет, дневник. Мой папа ударил маму. Это нормально. Я должна бить людей, которых люблю. Люблю. И не думаю, что это правильно. Может, папа не видит, что причиняет боли мне, когда бьет маму? Я обещаю, что никогда не стану такой, как мой папа. Сегодня я играла, воображала, что полетела в Японию на самолете. Там я увидела много интересных вещей. Я знаю про Японию, потому что мой друг японец. Он любит суши. Суши? Да я тоже люблю суши. Блин, я-то может тоже я японец? Может, я тут не должен быть? Рыбьи квадратики. Обожаю, обожаю, друзья, роли. Мой японский друг говорит по-японски. Это весьма проблематично, особенно, когда он хочет пообщаться. Нам трудно понять друг друга, это сбивает с толку. Но он мне нравится, у него есть пара милых сапог и ковбойская шляпа. Его зовут Хиро, и он привидение. Я нарисовала ему картинку, но так и не отдала. Это Хиро, мой японский друг. Он призрак. Привет, дневник, смотри, у меня есть блестки из школы. Они супер блестящие, мы используем их для рождественских открыток. Рождественские открытки красивые, но я думаю, что Санта существует. Если человек может подарить что-то любому, почему он не даст еды и воды беднякам? Я видела передачу с людьми из других стран, которым нечего было есть. В любом случае, я не верю в Санту. А блестки потрясающие. Начинаю думать, что все вызывающее грусть или злость можно посыпать блестками и сделать красивым. А таких мыслей мне менее грустно. Блестки, мне нравятся мои блестки. Я что-то вот недавно, друзья, зашел, в общем, ну, в тренде. В тренде, друзья, да, каждый заходит во вкладочку в тренде, посмотреть, что там да как. И нашел интересный канал, где мужик на своем автомобиле чисто давит, в общем, всякую различную еду. В общем, водичку какую-то также давит. То есть там подкладывает что-то, арбуз. Он давил, короче, ледяной арбуз. И там, знаешь, там очень много гневных комментариев на тему то, что в Африке люди голодают, а ты вот такой вот себе позволяешь. Вот это, конечно, я тоже офигел на самом деле. Не помню, как называется, но если вам делать нечего, вы можете взглянуть. Там реально можно позалипать, как машина реально раздавит арбуз, там что с ним случится. Ну, мы все прекрасно понимаем, в лепешечку там. Привет, дневник. Я ходила собирать помидоры с моей бабушкой. Пахло очень приятно. Я видел бабочек и других насекомых тоже. Я съела два помидора и объелась. Привет, дневник. Я каталась на своем трехколесном велосипеде на нормальной нет денег. В скобочках. И смотрела прямо на солнце. После я начала плакать, потому что моим глазам стало больно. Мама сказала, что никому нельзя смотреть прямо на него. Ну, в солнечных, солнечно-защитных очках-то можно. В общем, сейчас мы давай дочитаем это все. Привет, дневник там записывается, хоть а то, знаешь, бывает такое. Блин, может вы из моей башки что-нибудь там не видите? А я такой, да-да-да-да-да. Блин, надеюсь, вы все там увидели. А то там вот два помидора там, что там. А, вы, наверное, да, некоторые вот эти вот не видели. Но, в принципе, я читаю, поэтому нормально. Итак. Привет, дневник. Сегодня было весело, потому что я была на озере и видела птиц в небе и рыбу в воде. Я чувствовала попу и теплую воду. Я подписывала в озеро, стало очень тепло. Блин, ну это, конечно, капец. На самом деле, я маленький тоже спокойно делал, но при том, я делал это в бассейн, да, когда я был маленький. Короче, это капец, чуваки. Ну а что, как бы никто ничего не видит, ничего нету. Даже, по-моему, в Южном парке была серия такая. Почему в детском бассейне так тепло? потому что они ссссут туда! это капец! нет серьезно , если ты как бы маленький и тебе.. сейчас я понятное дело такое бы не сделал а у некоторых между прочим проблемы есть например кто-то писался в кровать Я слава богу такого не делал но писался ПИСАТСЯ КАКАТСЯ ВОЗЕРО ПИПЕЦ ладно привет дневник как ты у меня тоже все хорошо и должна сделать домашнее задание но я не могу перестать думать о бенджамине а я нашла фото где маленькая как быстро летит время хабает там тортик взгляни на фото я был таким ребёнки очень мило теперь я такая леди я маленькая леди вольтая торт выглядит вкусным хэллоуин идея для костюм на хэллоуин леди лисичка леди фокс и на этом друзья все заканчивается вот что мы с тобой поняли в принципе что она видит непонятных зверей а именно лису у нее есть какой-то японский друг она испытывает чувство к лису она очень страдает от того что родители ссорятся вот ну как бы такое вот а еще любит сушу он там в общем вот что мы с тобой поняли давай смотреть еще я люблю свою раскраску как поступить с раскраской взять раскраску с собой оставить раскраску бабси давай возьмем с собой вау тут еще и сантри выборы есть сотри как я возьму и на случай если мне станет скучно хорошо окей друзья это означает одно что в дальнейшем у нас будут выборы и действительно надо будет как-то задуматься и поступать правильно в общем что у нас тут есть давай посмотрим также смотри еще мы сделайте бумажные куклы это кимберли а это стивен они путешествуют и сражаются супер злодеями так супер блестки мои блестки мы их тоже с собой забрали у нас бросить блестки нажав ф вау прикольно однажды я видела здесь монстра я показал ему палец и он больше никогда не возврат какой она палец интересно показала ну она скорее всего средний палец она показала нифига себе блин мишледи чё-то ты такая друзья скоро выйдет новая игрушка фнаф специальная доставка может ты слышал и там в общем твоем смартфоне с помощью смартфона ты будешь смотреть рассматривать в общем так что скоро скоро блин на нас будут нападать им аниматроники при том в твоей комнате это вообще это просто супер ну что-то наподобие помнишь покемон гоу была игрушка вот та же подобная технология через камеру будем смотреть так все мы здесь закончим прежде чем уйти какую игрушку ты возьмешь с собой могу я взять обе нет выбери только одну и помни твой выбор гораздо более важен чем ты думаешь ладно я выбираю единорог камень блин я не знаю единорог блин мне кажется каждый из вот сплещиков и каждый из вас бы взял единорога но бедный камушек посмотри на этого маленького бедного камушка он такой невзрачный я его беру я беру камня я беру маленькую я выбираю камень который папа однажды бросил в меня я называл его стоуни потому что он стоун камень понял камень по имени стоуни это очень умно спасибо офигеть блин сейчас у меня друзья мурашки то есть этот камушек оказывается бросил нас папа офигеть и чтобы ты знал я люблю сипать блестки на вещи чтобы они стали потрясающими я дам счастью всем и по другую сторону экрана помнишь я сказал тебе что она умрет сегодня давай сохраним это между нами в секрете хорошо и там лиса идет блин пацаны то есть понимаешь в чем прикол вот этой игры да она как бы ма миленькая маленькая игрушка но френбоу ты помнишь что было когда на пилюлю вот эти вот ну употребляла в реальности можно сказать что там происходило там просто жесть и мы с тобой уже видим смотри так это не зря нажал потому что это обратно вернуться на я просто хотел удостовериться в общем посмотри на их глаза бабушка это бабушка она тоже носит подгузник так и у нее чисто белки посмотри зачем так вон мама и папа но они не выглядят прям мама любит собирать бокалы я разбил пару как-то бегала слишком быстро мама узнал кто это сделал нет но мы ноги целых пять дней был кусок стекла ах ты проще не падай не падай проклятье она разбилась это был прекрасный пример причины и следствия пожалуйста не выдавай меня не волнуйся ты можешь мне доверять хорошо спасибо ну что я смогу ее починить починить оставить как есть да давай-ка починим ее я сделаю это я делаю это так и мы с тобой а мы с тобой можем спокойно так вот чинь блин это супер это просто супер друзья я немного сейчас отведаю кваску наконец-то купил друзья разливной квасок так что не подумайте что там это разливной квас вот но его сейчас очень редко встретить потому что сезон уже окончился друзья лето закончилось никто квас освежающий не пьет кроме меня конечно же вот но все-таки нашел я нашел вот так вот кто ищет тут найдет как говорится офигеть на самом деле друзья у меня была такая же на самом деле была такая же история именно с маминой вазой я тоже ее разбил вот и я ее тоже склеивал с помощью клея и я ее только повернул вот так то есть одна сторона была целая вот мне немножечко повезло но мама конечно же увидела наругала отругала отшлепала будь здоров это потому что у папы был армейский ремень в общем и она спокойно пользовалась так что это и вот как бы знаешь жизненная жизненная такая вот все-таки ситуевина так давай чё на как тут вот так вот было а погоди погоди не 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 это надо это надо чуть попозже наверно вот так личненько это мы с тобой куда-то должны вот сюда вот спокойно собирается все отлично блин чинил и чинилкины мы с тобой все завершено но единственное бы конечно склеить я сделал это блин это так выглядит конечно мама сказала что вышла замуж за папу потому что она ждала меня она хотела сделать аборт но это нелегально и противоречит закону что по сути одно и то же да уж так ну в общем shift мы с тобой будем редко нажимать на всякий случай смотри это я мама говорит что я должна улыбаться даже когда мне грустно так рога какие-то вдруг моего папа был охотником и он застрелил этого овоща его дочь эрика подумал что пистолет пол игрушкой пифа в своей маме и папе потом родители умерли ей было так грустно так 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 погоди-ка блин это чё-то офигеть какие-то прям вообще о маман готовит а вот это по нашим здесь пахнет сигаретами я это моя мама еще она очень любит пить шок ну что ж ты готова выполнить свое первое задание готовы и я намерена получить этот приз снова мертвые кролики когда уже по поймет что они мне нравятся живыми офигеть бросить блестки нажав ff суп из крольчатины друзья нет ну это конечно замечательно крольчатина как бы она вкусная как бы тут чё сказать такой наваристый садку погоди только тут что-то тут вообще капец какой-то в этом бульоне сотри и череп кролика и и вермишель и чего-то только нет какой ужасный запах что это мертвое животное вот что это ужас ну ладненько так что там у нас был чудесный ужин вчера мама не была сильно пьяная папа сказал мне привет пока не прибрит не прибрано прибрита не прибрита пока и в общем мама как-то ведь когда я вырасту хочу стать как моя мама такой же любительницы пить сок не 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 такое ни в коем случае друзья не пейте такой сок сок блин ну мама тут конечно вот так мы с мамой пока не говорим так это сегодня 11 октября мама нам ничего сказать маме что ты уходишь да давай скажем конечно я пошел поиграть мам и маме добрый день утро а сегодня полдень неудача хорошо доброго полудня утра в общем маме все равно то есть видите у них жизни особо ну как бы сказать не особо реализованы и они конечно мечтали видимо как-то по-другому из-за ребенка может что у них там не получилось и в общем они стали вообще непонятно что происходит так бывает многих конечно семьях друзья крепитесь держитесь как бы все равно надо любить своего отца маму папу дедушку бабушку всех любит всех любит понял короче помнишь бенджамина лиса здесь я его впервые увидела прятался в мусоре когда мы встретились взглядом было очень напряженно да ты уже говорил мне об этом лисе лисам нельзя доверять они все преступники лишь преступник это глупо жулик не воруй жулик жулик не воруй блин короче друзья вы сейчас тоже услышите я один раз сарачонка спасал один раз сарачонка спасал то есть вижу вот этот вот маленький сарачонок на выгуле блин они такие маленькие вот они в один прекрасный момент в общем выпадают как так как же они называются там блин в общем они из гнезда специально выпадают но они не умеют пока что летать то есть они чисто бегают они не могут взлететь там все дела но за ними всегда присматривает мама и папа, то есть, как бы сороки смотрят, типа, что там происходит, то есть, они спокойно отгоняют от котов, даже от людей, то есть, они специально, мама и папа, они, короче, стучат по дереву, чтобы на нас все сыпалось, если мы вдруг подходим к маленьким их детенышам, но один раз я не знал этого, и я побежал спасать, я побежал спасать, я даже взял, короче, этого сорочонка, он как начал мяу, ой, прошу прощения, мяу говорить, это просто кот тут мяу я, как начал кричать, родители тоже там начали кричать, при том, я офигел, там, видимо, еще какая-то родня была у них у этих сорок, в плане, там ну, мама-папа, две, ну, там четыре было их, и все орали на меня, и сбрасывали ветки на меня, и я сразу все положил, как бы, потому что он, я думал, что он пропадет, потому что понимаешь, в чем прикол? Представь, дождь, дождь ужасный, холод, я думал, надо спасать срачонка, а в итоге, он выжил, он спокойно выжил, погоди, трактор, смотри, там трактор поросенок Петр? Это к чему, отсылочка, или этот бассейн пахнет туалетом, потому что я пописал это отвратительно мне больше, чем когда моего папу туда вырвало, вот это бывает вратительно не очень это звучит, котик привет, Кися, иди сюда, иди, Кися Кися, не уходи проклятие, мне никогда не удается погодить милых животных срачонки такие вот это папина машина блин, смотри, как прикольно сердечко бьется в общем, друзья, на этом мы с тобой пока что закончим, да, вот на этой прекрасной ноте итак, прежде чем продолжим, тебе стоит узнать правила игры, неудача хорошо запомни, во время своего путешествия ты сможешь выбирать а, выбирать нет таких понятий, как хорошо или плохо есть только последствия хорошо, хорошо, только последствия когда ты пройдешь игру, приз вечное счастье твой я готова твое следующее задание пересечь эту дорогу хорошо, это я могу посмотрите налево, посмотрите направо есть машина, нет ладно, я пошла в общем, друзья, дальше у нас опасная дорога стоит ли проходить эту игрушку решать вам обязательно ставьте лайкосик на этом все бай-бай, дорогие братишки и Продолжение следует...